Лучшая многодетная семья России живет в Твери. Как семье Рябиковых удалось завоевать столь высокий титул? И в чем секрет воспитания трех сыновей и двух дочек? Ответы на эти вопросы получила наша съемочная группа, которая провела с многодетной семьей целый день. Запах свежеиспеченных блинов доносится из кухни во все уголки квартиры семьи Рябиковых. Кулинарит младший из трех братьев Сергей. Он ответственный за вкусный завтрак. Готовит Сережа на раз, два, три. Получается и ловко, и вкусно. Пока младший брат занимается завтраком, старший Артем играет на пианино. Начинающий музыкант сейчас подбирает ноты под свою новую песню. Вдохновляют разные яркие события другие исполнители. Этой ночью далеко нас рассветащит. Я забыл снова на сон, как и было раньше. Холодно быть одному. Закрываем настижь. Для тебя падать рукой в этом мире фальши. Наталья одна воспитывает трех сыновей и двух дочерей. В конце 2019 года Рябиковых признали лучшей многодетной семьей России на федеральном шоу. На столь высокое звание было 10 претендентов. В результате победителем народного голосования стали Рябиковы. За наших земляков проголосовало 35,7 телезрителей. Мне сложно себя так хвалить. Мне кажется, что у нас дружная семья. Я стесняюсь. Я просто их люблю. У меня нет каких-то глобальных целей. У меня нет вот этой показухи, что мне надо, чтобы у меня дети были... У меня дочка была чемпионкой по балльным танцам. Он решил ребенок бросить танцы. Она мне привела важные доводы. Я с ней согласилась. У меня не амбиции во главе всего, а все-таки любовь к детям. Да. Первое и победное участие Рябиковых в крупном федеральном конкурсе на этом не закончится. У детей появился азарт. Сестры уже обсуждают участие младшей в очередном проекте. Даже номер уже практически готов. Есть какая-то задумка по поводу своего номера? Да. Ну расскажи. Я буду петь песню новогоднюю. Какую? Замела метелица. Ну, вы спой. Замела метелица город мой. По дорогам стелится пеленой. Нравится мороза мне еще как. И румянецозовый на щеках. А планов у Рябиковых много. Кто-то из детей хочет творчески развиваться. Кто-то все усилия планирует направить на учебу. Но главное, что вся семья в 2020 году также будет оставаться верна своим традициям и собираться каждое утро вместе, чтобы так душевно и весело начать новый день за вкусным завтраком. Чуть-чуть, да? А, вчера как? Продолжение следует...